слава украине пресса полонского на россии вводят чрезвычайное положение и вы знаете нет даже не из-за войны нет вводится чрезвычайное положение из-за катастрофического положения положение с положением ну да в сельском хозяйстве речь идет о том что в результате заморозков наводнений еще чего ну там вы в курсе да у них было сейчас пожары пойдут это еще одна будет история нашествие насекомых предстоит еще так вот только в результате наводнений и особь в особенности заморозков у них было потеряно 20 процентов урожая зерновых вы так понимали это огромное количество всяком случае на экспорт на экспорт продавать зерно уже не выйдет они будут грабить наши области увидите попытаются снова вывести ворованное зерно из запорожской области и из оккупированной части запорожской области и херсонской вот так вот то есть это надо приготовиться к тому что они будут снова мароделить но это что касается нас теперь что касается их значит 20 процентов урожая как корова языком слезал но это я еще говорю маленькие цифры знаете почему потому что это все не касается эти 20 процентов не касаются овощей и фруктов я не сейчас вам не скажу какая ситуация с овощами но вот с фруктами например яблони груши и так далее пропало от 70 до 80 абрикосы я абсолютно уверен хотя вообще очень боесприимчивы к холодам пропало от 70 до 80 процентов урожая и вот связи с этим значит вводится чрезвычайное положение а знаете оно вводится еще почему с тем чтобы выплатить компенсации чтоб страховые могли расплатиться с фермерами или колхозами лишь у них там но фермеры по-моему большинство которые пострадали в результате этих стихийных бедствий но кармических бомбических стихийных бедствий назовем их так но тут опять таки есть одно но понимаете страховые на то и страховые но они в состоянии расплатиться там ну с десятком фермеров то там ну с 50 фермерами до расплатится как-нибудь не так быстро как с десятком но в конце концов расплатятся да с двумя сотнями фермеров да не так быстро как с 50 но но как-то что-то где-то а тут надо абсолютно всем давать деньги абсолютно всем давать не получится страховые полетят к чертовой матери то есть они никому они ничего не дадут увидите будет такая же выплата вот как за наводнение скажите мне в оренбурге и в орске что там дали по 100 баксов все это за полную потерю имущества а не полная потеря все-таки по ему 200 баксов поправьте мне 100 или 200 ну вы меня поняли да вот так будет точно так же и здесь второй шаг что произойдет правильно вот эти все фермеры которые так сказать разорились в результате этого вот стихийного бедствия назовем его так куда им деваться что они больше не смогут работать соответственно и земли будут проданы либо каким-то большим к конгломератом я не знаю либо вообще останутся бесхозными их модно них будет делать то что хочет может марихуана кто-то будет сидеть может российская армия букок копы нароют и будут воевать друг с другом там татарстан еще с кем-то я о чем говорю что на россии я говорю говорил что вполне возможен голод я не говорил с сто процентов говорил что вполне возможен голод или же вполне возможно очень большая недостача денег у населения и И вот второе очень реально, потому что в сельском хозяйстве остались они без денег. Денег каких-то им там помочь нет, просто потому что все деньги Путин просадил на войну в Украине. В государстве денег нет. Весь этот фонд национального благосостояния, ваш Путин подарил Англии, Америке, Бельгии, Италии и так далее. А они это все передают нам. Спасибо, конечно, за ваш фонд национального благосостояния. Мы, как Украина, его используем в наших интересах для ликвидации последствий путинского фашистского нашествия. Так что забудьте за ваши фонды национального достояния. Так что откуда вы будете брать деньги для того, чтобы не тоже там расплатиться с фермерами, а хотя бы что-нибудь купить, покушать? Но я, честно говоря, не знаю. Наверняка Путин напечатает какие-то фубли, очень много фубли напечатает. Эти фубли будут, конечно же, приняты во всем мире, но это не точно. И уж за фубли вам точно все-все, конечно же, продадут. Потом купят у вас, а что-то, это же если им платят фублями, им же придется что-то покупать у вас. Но зерна у вас теперь не осталось. Я говорю, что же, не знаю, купят, наверное, балалайку.